Ученики 6-й гимназии помогают восстанавливать рыбные запасы Днепра. В экологической инициативе школа участвует третий год. Андрей Борисенко учится в восьмом классе. Нерестовые гнезда делает уже не впервые. Главное, чтобы здесь была командная работа, потому что один ты не справишься. Должен кто-то поддерживать и контролировать эту сеть, чтобы она не запутывалась. Помогает Андрею его товарищ Александр. У него опыта меньше. Говорит, что к изготовлению нерестовых гнезд нужно приловчиться. Иногда бывают трудности с распутыванием сетки. Даже бывает, что сетка порвана немного. Приходится, например, сейчас двух краев пытаться распутывать, а Андрей собирает это все. Нерестовое гнездо – это металлический каркас, на который наматывают искусственный субстрат. Ширина сетки 80 сантиметров, длина – 150 метров. Помогают школьникам их теологи. Данный материал хорош тем, что он долго не портится в воде и может прослужить минимум пять лет. Искусственное нерестовое гнездо состоит из проволоки, обод, обычный диаметром 50 сантиметров, и наполнителя синтетического материала. Такие гнезда позволяют значительно улучшить условия для нереста рыб. Нерестовые гнезда устанавливают ближе к берегу на глубине 4-5 метров. Икра находится на гнездах. В этот период гнезды должны активно обслуживаться, промываться. Смывается взвесь и улучшается газовый режим, то есть обогащается дополнительным кислородом. Создаются естественные условия нереста, которые были в реке Днепр до создания водохранилища. На уроках, которые были инициированы управлением по вопросам экологической безопасности Запорожского горсовета, было изготовлено 100 нерестовых гнезд. Эта акция по зарублению водного пространства как раз была направлена на воспитание детей, которые через 10-15 лет придут к управлению этим городом. Этот город им достанется. И очень хотелось бы, да уверен, наверное, что это будут надежные руки. В рамках инициативы «Спасем Днепр вместе» в Запорожской области уже установлено более 4 тысяч нерестовых гнезд. Благодаря этому в реке появилось на 60% больше мальков. Продолжение следует...